так друзья первым делом инструмент достаем и идем замерять кухню смотреть стены подготовку помещения и так далее но я уже предварительно фотографии видел конечно но все же нужно в живую все всегда проверять и замерять поэтому берем необходимые инструменты вперед так всегда беру самое необходимое здесь пилы лобзики и так далее пылесос естественно всегда и еще по мелочи остается фризер и торцовочка стремянка шаблон вот такое тоже по необходимости соответственно это кухня у нас икея вся техника икея подсветка икея в общем полный комплект от магазина икея такой интересный проект сразу скажу кухня была куплена задолго до закрытия магазина вот человек уже на стадии финишного ремонта и поэтому сегодня буду устанавливать кухню кухню у нас будет в такой нише вроде бы промерил лазером пока нормально все проходит по размеру влазим это очень хорошо здесь в принципе еще идут строительные работы но мое помещение уже подготовлено сейчас крюночку лишнюю обрежу картоном застелю и как обычно вперед так но еще самый главный минус работы сборки мебели на стройке стройка это когда еще у вас идут в квартире строительную работу посмотрите строительные пыли хотя нужно сказать отдельное спасибо заказчику а на коробке все пропылесосила вытерла то есть н esperando максимально подготовилась здесь вроде ребята пылесос или но все равно от этой пыли к сожалению никуда не деться и соответственно стараетесь мебель устанавливать после окончания всех строительных работ ну хотя бы вот таких пыльных и соответственно то помещение в котором будет монтироваться мебель должна быть вообще полностью подготовлена вот для монтажа соответственно что бы здесь не был никаких средних работ во первых когда на одном адресе собираются много людей и строители и сборщики там и потолочники и так далее то начинают друг другу мешаться вот и быстрее от этого процесс монтажа не получится поэтому все делается поочередно сначала стройка там потолки вот и потом соответственно финиш ремонта это установка и монтаж мебели так конструктив шкафа икея то же самое шкант минификс уши которые навешиваются на шил шина выглядит в икея вот так то есть максимально надежное соединение единственный минус конечно что регулировки здесь нет никакой но шина соответственно уже сама шина навешивается строго по уровню по лазерному уровню желательно соответственно вентиляционная прорезь здесь есть еще такая специальная решетка что все глубокие каркасы которые под технику идут с вентиляционным вырезом пусть это будет холодильник либо духовый шкаф неважно также и подмойку тоже идет с этим вырезом чтобы коммуникации здесь соответственно проходили друзья подарка я не пользуюсь вот ни к чему она мне вот если ты что нужно по алюминию там попилить вы запилить есть торцовка а если допустим уже есть лобзик . по металлу и вперед а 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 вот у нас собранный готовый шкаф на шинке висит то есть две точки упора специальный подпятник который компенсирует толщину шина вот то есть как по мне самое лучшее решение минус конечно есть тоже у него нет регулировки то есть вот такой но уже здесь схема отработаны как это все поправлять соответственно снизу будет зашиваться панелью будет у нас интегрированная подсветка шкафы напомните универсально они могут быть как напольными поэтому есть фрезеровка под опоры так что навесной ряд на месте точнее антресоль на ряд здесь еще будет средний ряд навесных шкафов Как говорил я, с Икеи я начинаю с верхнего ряда навесных шкафов. Потом, как мне удобнее с ними работать сверху, я отбиваю шину, новейшую шину. Кстати, шина устанавливается на каждый навесной ряд. Нежелательно антресоли вложить на средний ряд, даже если вы их будете крепить. Все висит на своих шинах. И это делается для того, чтобы между антресолями и средним рядом оставить необходимый нам зазор, чтобы у нас двери спокойненько открывались, ничего не цеплялось и так далее. Получается картина такая. Стены, конечно, чуть-чуть с погрешностями, но относительно все неплохо. Сейчас выставляю по уровню, так-так отбиваю, так промеряю все уровни и так далее. Вот процесс сборки кухни. Сейчас здесь жду шину. В общем, в Ikei, как обычно, накосячили, забыли выписать шины. В общем, история такая. Программа выписывает правильно шину, то есть и на верхний, и на средний ряд. Менеджеры зачем-то вручную выбирают шину с антресольного ряда. То есть они хотят, чтобы вот эти чемоданы лежали на этих шкафах. Но это категорически неправильно. Установка отдельной шины позволяет эти шкафы навесить, нормально их выставить в уровень, как положено. И затем уже сейчас будет навешиваться вот эта шина. Ну, жду ее. Сейчас заказчики поехали покупать, искать по всей Москве. И буду навешивать, соответственно, средний антресольный ряд, средний навесной ряд. И будет интегрироваться, соответственно, панель, в которой будет вот эта подсветочка. Подсветка Ikea. В общем, все из Икея, я говорю, человек пришел, посмотрел, на экспозиции кухня понравилась. Все, сказал вот такую, человеку оформили, привезли. И вот настал день, соответственно, сборки. Кухня пролежала, наверное, пару лет. Человек точно узнает по стоимости и сколько она лежала. Хотя по стоимости можно уже посмотреть. Вот обратите внимание, вот такой проект. Очень объемная кухня. Смотрите, общая стоимость 500. Но обратите внимание, техника и свет 300 с копейками. То есть по дровам эта кухня получается 200 тысяч, даже, по-моему, чуть-чуть меньше 200 тысяч. Напомню, у Ikea фурнитура Blume, все петли Blume. Выдвижные механизмы, ну, название внутреннее Максимера. Вот, ну, это, по-моему, какая-то итальянская фирма, или ФГВ, что такое, она очень похожа. В общем, механизмы тоже отличные. Вот он, пожалуйста, цена. Это вместе с техникой. Вот, отнимаем технику и свет, и получаем стоимость кухни без дров, без техники и без света. Итак, день первый. В принципе, потихонечку помещение освобождается. Так, заказчик привез шины, поэтому завтра начинаю. Здесь сразу же вешаем шину и накидываем навесной ряд. И дальше у нас пилежка, панели, 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 панели. Вот, все в панелях будет. Все панели пилятся, потому что они идут у нас в размере все, вот, 62 на 240. То есть туда панель, сюда панель, сюда панель и так далее. Еще карнизик снизу будет. Ну, в общем, завтра все в процессе покажу, если бы такая возможность. Так, пока все вроде окей. И самое главное, что у нас влезла кухня, потому что здесь прямо все до миллиметра. Стена немножко завалена, можете обратить внимание. А так, друзья, вот хочу показать, как я ловлю уровень кухни и выставляю по уровню. Вот, длина кухни у нас 444 сантиметра ровно. Вот, вместе с накладными панелями. И вот, самое главное, это пеналы. То есть, вот, понимаете, да, у нас расстояние 4 метра. Отсюда до сюда. И здесь мы смотрим 84,4. 84,4. И идем сюда к пеналу. Так, и здесь у нас 84,4. Вот, ну, и это, соответственно, стоевая. И это стоевая, соответственно, так же. Вот, это очень важный момент выставления. Ну, и, соответственно, пробиваю все точки, то есть, вот так. То есть, даже если где-то, конечно, будет погрешность, потому что начинаешь там где-то шкаф притягивать к стене, он может немного, вот, допустим, вот здесь вот у нас надо поднять на миллиметр. Здесь нормально. Самое главное, вот эти моменты, которые связаны и с пеналом. Вот эти моменты. Здесь и, соответственно, вот там. И тогда столешница ложится четко, ровно. Тогда фарточек ровно становится. То есть, проблем погминет. Момент у нас здесь стиральная машина и посудомоечная машина. Вот я вообще, конечно, противник стиралок на кухне. В общем, важно еще соблюдать у нас, соответственно, вот эти расстояния. То есть, у нас посудомойка 600, то, соответственно, здесь 600 и должно быть. Вот. И я даже стараюсь сделать чуть-чуть с плюсиком. И здесь, соответственно, также 600. Вот, когда я только убедился, что везде у меня 600 и шкафы уже закреплены, да, если нет, столешницы. Вот только после этого я устанавливаю, соответственно, технику. Также шкаф, который установлен на шине, есть специальные фиксаторы. То есть, чтобы шкаф никуда не убегал, чтобы со шины не соскочил. Вот так все это дело фиксируется. И специальной заглушечкой все это дело закрывается. Для полного и навесного шкафа одинаковые крепления. То есть, этот шкаф может тоже навешиваться на шину. Раньше так и делали, потом перестали, потому что иногда кривизна стены мешает. В общем, установке, ну, шина, короче, мешается. И потом сложно выставить напольный ряд, допустим, если пенал есть, чтобы в плоскость их вывести. Шина всегда тянула. Вот. И, соответственно, есть два вида крепления. То есть, если мы на шину не устанавливаем, то мы вставляем вот такой специальный пластиковый компенсатор, который делает точно такую же толщину, как и шина. И, соответственно, все это дело прикручится. Прикручиваю шкафы, я не все, только там, где необходимо. То есть, там, где я вижу, что шкаф не потянет по стене. Это тоже очень важный момент. Все вот так прикручивается. Это тоже, это все идет в комплекте. То есть, вот эти фиксаторы, вот эти вставочки. Вот, все это дело фиксируется. И шкафы стоят, как говорим. Каждый навесной ряд у меня на шине. Вот, соответственно, сейчас отбиваю уровень второй шины. Устанавливаю. Расстояние у меня здесь свое уже определенное. Называть его не буду. Вот, потому что тут у каждого свои понимания в навеске вот этих шкафов поднутрисольным. Так, шинка на месте. Вот, напомню еще раз для тех, кто не знает, что такое Ikea. Есть шина, вот, железяка, они посредственно рельса. И есть вот такие крепежи специальные со смещением. То есть, чтобы можно было шину выводить в уровень. Вот, соответственно, шинка в уровне. И теперь можно спокойненько навешивать шкафы. И они у нас сразу навешиваются ровненько. Не надо никаких регулировок произвести и так далее. Ну, только промерить вертикаль. Вот, ну, по поводу регулировки вертикали, опять же, повторюсь, есть уже отработанные схемы. Так, подключение вытяжки к вентиляции, если такое требуется, я всегда стараюсь делать трубой. То есть, вот, там в потолке заложена труба, точнее, там короб, по-моему, 204 на 60 с переходом на 150 трубу. Вот, и здесь получилось угадать с правильным расстоянием, то есть, центр и смещение. Смещение немножко не угадали, но думаю, сейчас все получится. И вот там у нас труба, соответственно, переходит уже в вент-короб. 150-ю выбрали, потому что вент-короб очень большой длины, соответственно, чтобы меньше было подпора воздуха, и чтобы вытяжка как можно тише и эффективнее работала, соответственно, заложена большая труба. Вот, кстати, тоже рекомендация. Вот, если вы хотите подключать вытяжку к вентиляции, да, вот таким скрытым способом, то закладываем в потолке короб 204 на 60 с переходом на 125 либо 150 миллиметров. Просто 150 не всегда есть возможность подключить. Не очень удобно. Вот, если естественную вентиляцию просто где-то делаете, то достаточно короба там 110 на 55 вполне его хватает. Так, ну что, вытяжка подключена прямой трубой, без гофры, без ничего. Все подошло четко, с небольшим, конечно, смещением, но все установилось, все классно. И самое главное, первая скорость. Видишь, работает тихо и выполняет непосредственно свои функции. Это первая скорость. Здесь просто как пылесос работает. Да, это у нас, кстати, здесь питание, ну вот так вывели, подсветка антресольного ряда и подсветка, соответственно, рабочей зоны. Вот, то есть все эти розетки запитаны от клавиши, которые вот здесь расположены. То есть максимально правильное и простое решение. И вытяжка, кстати, вот хочу немного показать ее, как она выглядит. То есть видите, да, она занимает все пространство шкафа. То есть пар, который будет идти от приготовления пищи, на шкаф попадать не будет. То есть она интегрируется полностью. Вот это прям самая настоящая интеграция вытяжки, которая, соответственно, закрывает все пространство шкафа. Ну, таких вытяжек отдельно, я не знаю, где их купить. Это вытяжка Ikea, опять же, повторюсь, я техника у нас из Ikea. То есть вытяжка адаптирована под этот шкаф полностью. Здесь место есть под петлю. Здесь даже продумана регулировка. То есть изнутри вытаскивается заглушка и производится регулировка петли стыка необходима. Соответственно, у нас фасады VoxTorp. Здесь петля смещена из интегрированной ручки. Если у нас обычные фасады, то ответная часть вот здесь. И, соответственно, также есть второе окошко, чтобы отсюда можно было регулировать. В общем, все продумано, все классно. Ну, и цена этой вытяжки, последняя цена была там что-то 30 тысяч, по-моему. Ну, зато, смотрите, подсветка светит одинаково. Так, ну что, все распиловочные работы завершены. Все пыльные работы завершены. Пропылесосил все шкафы, полы, под шкафами и так далее. Вот. И теперь установка, соответственно, всех фасадов. И затем только техника установка. Потому что нужно сначала все фасады выставить, отрегулировать. И затем навешивать фасады на посудомоечную машину, на стиральную машину. И, соответственно, установка холодильника и так далее. Вот, кстати, петли у Икеа, да, называются у Труста. Вот, но это петля Блюм. Отличная петля, отличного качества, очень продуманная петля. То есть здесь, опять же, нет никаких там 16-х саморезиков. Все на зажимах. Все как положено. В общем, в лучших традициях Блюм. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, кстати, немногие знают. Вот, хотя странно. Духовка, духовой шкаф, он подключается к обычной розетке. То есть силовая розетка не нужна. Да, в идеале должна быть отдельная линия на духовку идти по правильному, как и на каждый прибор. Вот, но духовой шкаф подключается к обычной розетке. Вот, он также, конечно, может подключаться к силовому проводу, на который запитана нам варочная панель, допустим, если не откуда больше взять. Вот, но, допустим, некоторые духовые шкафы не комплектуются вилками. Вот, много, кстати, таких шкафов. И, соответственно, так как у нас розетки подготовлены, то есть у нас есть питание в виде розеток для духовки и СВЧ. Вот, и, соответственно, покупаем хорошую вилочку, вот, Легрант, рекомендую. Хорошие контакты, то есть, ну, такая добротная вилка, ну, стоит, конечно, там, под полтысячи. Ну, как бы, это не то, на чем нужно экономить. Вот, максимальное потребление в духовке, я уж, честно, не помню, по-моему, там 3 киловатта, там, максимум. То есть, если здесь, здесь мы нигде не найдем, но, в общем, в инструкции надо глянуть. В общем, я видел разные, есть и 1,8, есть 2,2, есть 3 киловатта, то есть, ну, там, большинство, порядка 3 киловатт не потребляют. Вот, поэтому здесь у него и провод 2,5 квадрата всего, а 2,5 квадрата, насколько я знаю, выдерживает красную нагрузку, там, до 5 или до 5,5 киловатт. Вот, то есть, обычная вилка 16 амперная, обычная розетка, в идеале на духовку отдельное питание, отдельная линия, там, с автоматами, как положено, там, с УЗО и так далее. Но это электрики знают, вот, и вилочка ставится, все окей, то есть, не нужно тут ничего ковырять, разбирать, там, соединять какие-то клеммы непонятные. То есть, все, вилка, розетка, необходимо отслужить, вытащили там духовку, выткнули розетку и все. Кстати, еще по выводам электричества, да, для духового шкафа, для СВЧ, если у нас в колонии стоит, вообще по-правильному. Розетка для СВЧ должна быть выше СВЧ, а для духового шкафа ниже духовки, то есть, чтобы вот вы ящик выдвинули, вот там у вас розеточка. Здесь дверь открыли, там розетка у вас, но почему-то большинство делают всегда за СВЧ. Ну, это не то, чтобы глобально, но быстрого доступа к розетке у вас не будет. Но, опять же, повторюсь, по-правильному, на каждый прибор идет отдельная линия, отдельный автомат. Подошли в щиток, выключили, что вам нужно, и все. Вот, ну, просто как бы для, так, общего ознакомления, для СВЧ выше СВЧ, для духовки ниже духовки. Вот, это будет максимально правильно. Здесь СВЧ, она короткая, то есть, до розеток там останется огромное расстояние, поэтому ничего там не упрется, мешать не будет у монтажа СВЧ. Но, все-таки, лучше делать так, как нужно делать, по возможности, естественно. Так, выдвижные механизмы у Икея были двух вариантов, вот одним Максимера. Не знаю точно, кто производитель, но написано, что сделано в Италии. И также потом появились Блюм, Экспиционель, у них внутреннее название было. То есть, комплект механизма полностью идет, то есть, все боковины, задняя стенка, металлические металлобоксы. Вот, также идет основание, вот дно, соответственно, с фрезеровочкой. Вот, все как положено. Передний край поклеенный. То есть, вся фурнитура необходимая, все идет в комплекте. Так, стиральная машина. Вообще, я рекомендую избегать на кухне стиральных машин. Ну, все-таки место ее либо в ванной, либо в постирочной специальной комнате. Вот, но у нас сегодня стиральная машина Икея. И у Икеи тоже, опять же, отличный вариант. Они вот обновили, до этого по-другому было. Получается, что фасад не цепляется к самой стиральной машине, да, как это у многих, да, практически у всех производителей. А фасад прикручится непосредственно к соседнему каркасу. Вот, для этого есть специальные петли, то есть, они идут в комплекте. Где достать такие петли отдельно, честно, не знаю. Вот фирма, потому что я знаю, многие хотят спрятать, ну, стиралки в стройке, да, у которых вот очень плохие петли именно на самой стиралке болтаются. То есть, можно вот применить вот такие петли. Вот, соответственно, идет, ну, инструкция, понятное дело, все, как бы, вот, 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 вот. И даже кладут сверло фоснера, вот, 35-м, потому что здесь необходимо переносить петлю. Идет специальный шаблон, то есть, этим шаблоном можно, вот, соответственно, мы переносим одну петлю, сверлим сюда, вторая у нас становится в штатное отверстие. Вот, и делается для того, чтобы вот этот лоточек, пусть не мешала здесь петля, то есть, она здесь пониже должна быть, ну, и здесь тело посудомойки чуть-чуть притоплено. Вот, есть специальный шаблон, опять же, повторюсь, переносится петля при помощи него, да, знаем точное местоположение. И при помощи этого шаблона также делается разметка для ответных частей, соответственно, для вот этих частей, которые прикручиваются уже непосредственно к каркасу. В общем, сейчас поставлю, покажу, вот, если встройка-стиралка, то вот с такими петлями отличное решение, то есть, стиральная машина все равно, как ни крути, будет какие-то колебания давать. Чтобы эти колебания не отражались на самом фасаде, на фасадной части, вот, то у нас, получается, фасад будет висеть на соседнем каркасе, то есть, со стиральной машиной не связан вообще никак. Это огромный плюс, стиралок встройка. Ну, и вот у нас, получается, красивое отверстие, ну, это, конечно, такое одноразовое сверло, но, видите, с ограничителем, то есть, раз-два просверлил, как бы, и все, и выкинул его. Красивое отверстие, также есть на шаблоне присадка под саморез, все, так устанавливается, ну, и Икея, естественно, позаботилась, положила заглушечку, ну, только она белого цвета идет. Так, ну, чтобы саморезик держался, вот такие, еще положила, вот такие вставочки, то есть, чтобы у нас вкручивался саморез не в МДФ, а вот в такую пластиковую вставку. Вот так будет, петля держаться намного, намного надежнее. Соответственно, тем же самым шаблоном делается присадка под ответные части. И в инструкции так и сказано, что сначала необходимо это все сделать, вот, а потом только внедрять, соответственно, туда стиральную машину. Но стиралку я вчера поставил туда, потому что она мне мешалась. Так, соответственно, присадочку сделал, а далее уже ставится стиральная машина и прикручивается ответные части. Здесь, к сожалению, Икея не позаботилась, и у нас просто прикручивается на 16-й саморезик. Друзья, вообще, если обратили внимание, то у нас здесь немного нестандартное, так скажем, решение, то есть стиральная машина устанавливается в проем 600 мм. Соответственно, и фасад на стиральную машину должен навесываться также 600 мм, то есть, чтобы вот сюда он упирался. То есть, здесь есть также специальные такие проставочки, вот, куда фасад непосредственно упирается. Вот, но так как у нас здесь по просьбе заказчика вот такое нестандартное решение, то есть, у нас здесь получается, как бы, если в общем 80-й модуль, который у нас закрывается двумя фасадами по 40 см, то есть, вот такая история. Но, естественно, фасаду упираться некуда, и мы сталкиваемся вот с такой проблемой. Вот, и вот эту проблему сейчас я что-нибудь буду здесь выдумывать и придумывать, потому как столешницы у нас пока нет, вот, можно было здесь к столешнице, то есть, прикрутить какую-то упору, чтобы фасады у нас, соответственно, упирались, и были вот так. А сейчас они у нас складываются домиком. Так, в общем, так как у нас есть карниз, из карниза есть остаточки, обрезки, то, соответственно, вот две такие планки я сделал и прикрутил вот сюда. Вот, ну, возможно, это решение временное, возможно, будет постоянное, то есть, ну, здесь особо, как бы, ничего не придумаешь, вот, как бы, вот такая история. Хотел еще снизу поставить, но снизу ее, во-первых, некуда ставить, то есть, если на этой высоте, допустим, ставить, здесь у нас уже петля мешается, выше делать тоже смысла нет, если делать, то только по низу. Ну, и плюс здесь обслуживание стиральной машины. Вот, в общем, столешница будет, я все равно сюда еще буду приезжать, и тогда уже посмотрим, как это со столехой будет, и все это будет функционировать, либо нет, возможно, что-то туда еще добавлю. Пока, в общем, вот так, и у нас, получается, здесь две сороковые дверки. Вот такая история. Здесь порошки хранить, вот, и, возможно, здесь будет даже выкатной механизм, но попозже. Итак, друзья, завершен первый этап монтажа кухни Икеа. Фасад у нас воксторб бежевый, воксторб под орех. Быстренький обзорчик, потому что будет еще второй этап, и хочу снять уже видео полноценное со всеми фартуками, со столешницей и так далее. Столеха и фартук будет акрил. Пленку пока не снимал, потому что еще идут строительные работы. Здесь ребята молодцы, работают очень аккуратно, очень чисто, но все же все равно пыль летит, какая-нибудь какая, и садится на фасады. Вот там, где нет пленки, не было пленки изначально. Так, значит, у нас по подсветке, в два этажа подсветка, адресольный ряд, рабочая зона, как уже и говорил, выключается все при помощи клавиши на фартуке. То есть, самое правильное решение. Далее, так, СВЧ, духовка, в общем, вся техника у нас Икеа. СВЧ клевая, открывается вниз, очень удобно, особенно, когда у вас пенал справа, я думаю, многие знают, что у большинства СВЧ дверь открывается влево, правосторонние, очень редкие. Так, далее, холодильник. Холодильник тоже Икеа, клевый холодос, почти самый высокий, по-моему, там 193 сантиметра, в общем, из стройки, это самый, по-моему, высокий размер, там, ну, 195 округленных сантиметров. Так, антресольный ряд у нас весь на открывашках, то есть, неподъемные открываются. И обратите внимание, под потолок почему еще не сделана кухня, а чтобы у нас светильники проходили. Вот, это тоже частая ошибка, все забывают за то, что двери открываются, и упирается светильник. Вот, поэтому вот этот зазор до потолка, он так и задумался, так и планировался. Плюс, нам нужна вентиляция для холодильника, там лежат блоки питания, то есть, этот зазор, может быть, кого-то будет напрягать, там, пыль, не пыль, но его лучше не закрывать. Если вы планируете строго под потолком, у вас есть стройка, допустим, холодильник, то нужно, значит, там заблаговременно делать вентиляцию, подводить туда. Так, здесь вытяжка, классная вытяжка, икеевская, все четко подключилось, питание для подсветки, первый этаж, второй этаж, питание, соответственно, самой вытяжки. Здесь сороковочки, здесь, кстати, интересное решение, обратите внимание, 40-40, 40-40, и здесь две сороковочки, хотя здесь у нас стиральная машина и двадцатка, то есть, заказчик придумал, вот, у меня получилось реализовать. Здесь, в принципе, все штатно, двадцатка, просто дверь сороковая. Здесь у нас стиральная машина и, соответственно, петли уже, это идут со стиральной машины, специальная петля, которая крепится к каркасу, а не к стиральной машине, то есть, с фасад, со стиралкой никак не связан. Вот здесь пришлось городить эту городушку для того, чтобы фасады не складывались с домиком. Вот, может быть, временное решение, может быть, постоянное. Посмотрим, когда столешница ляжет, может, что-нибудь другое по культуре не придумаю, хотя, в принципе, выглядит неплохо. Вот, ну, как вы понимаете, это остаток с карниза. Вниз, к сожалению, не получилось поставить, вот, там и петля мешает, если выше поднимать, толку особо от нее нет, плюс там лючок для обслуживания стиральной машины. Ну, естественно, на стиралке петли без доводчика. Здесь выдвижные механизмы, здесь под мусор, здесь мелкая, то есть, под мойкой будет, там сифончик специальный, чтобы не мешался. Так, по посудомоечной машине, в общем, проблема в том, что эти посудомойки появились в Икеа уже, как бы, недавно. Это профсик, фирма-производитель Bosch. Клевая посудомойка, вообще, вопросов к ней нет. Вот, то есть, куча программ, три лотка, ну, блин, обалденно. Bosch есть Bosch. Вот, но проблема в том, что у нас здесь двойный фасад. Заказчик захотел, то есть, двойной фасад. И есть специально вот эти железяки, называются Voglek. И они были старого образца и нового образца. И, соответственно, с появлением данной посудомойки появился новый образец Voglek. И теперь нам нужно искать, в общем, новые железяки, потому что фурнитура, здесь слайдерная система, фурнитура от посудомоечной машины должна прикручиваться непосредственно к этим железякам. Но, соответственно, нового образца. Поэтому на вид их куча уже, заказчик нашел. В общем, вторым этапом приеду, все это дело установлю. Поэтому посудомойка пока просто там стоит спокойненько. Так, еще моментик. Так как у нас кухня в двух цветах, то есть, у нас центр весь орех идет, а, соответственно, вот вверх и вот так по кругу получается беж. И так как у нас есть накладные панели, да, чтобы здесь цвет фасадов было, вот, соответственно, здесь-то понятно, открытая часть. Но здесь нам тоже обязательно нужно ставить панели для того, чтобы соблюсти всю симметрию. Потому что кухня у нас привязана симметрично ко всем капиналам. Вот, и чтобы здесь не было видно коричневых торцов, соответственно, выписывается панель в цвет нижних шкафов. И вот торцы панели ставятся. Соответственно, у нас вот белый переходят в белый, в бежевый, и здесь в бежевый переходят. Центр коричневый. Конечно, много панелей на это уходит. Пилежки куча. Два дня пилил, в общем, эту кухню. Потому что все эти панели, они в размере 62 на 240. Вот, выписали в Икеа и пили их как хочешь. Соответственно, сюда панели пилятся, вот эти панели пилятся. И в Икеа, кстати, вот совершают глупую ошибку. Вот, панель 240. Здесь у нас расстояние 120. Но ни одной пилой нельзя отпилить две детали ровно по 120. То есть, одна может быть 120, а другая, как минимум, на 2 мм будет меньше. И вот это огромный просчет. В Икеа это постоянно забывали. Но здесь, слава богу, получилось как бы выкроить. Потому что у нас было много коричневых панелей. То есть, и тут сюда, и тут сюда. В общем, здесь пришлось заниматься немного. В общем, подаваться в мебельщики. Тут раскрою, рисовать и так далее. Но самое главное, все получилось. Все состыковалось. Все как положено. Все как и хотел заказчик. Вот, вторым этапом постараюсь, в общем, видео, наверное, из двух частей будет состоять. Здесь больше такая техническая часть, небольшой обзор. Вот, а второе видео уже запишу полноценный обзор на эту кухню. Как она будет выглядеть. Надеюсь, здесь все будет чистенько. Будет столешница. И пленочку снимем. В общем, покажу.